наверно начнем говорить всем привет прямо всем не буду буду говорить привет youtube чеку youtube чанам youtube чан ком сегодня у нас не очень стандартный обзор предложение поступило что можно брать в принципе записать и попробовать писать обзор на стримах сейчас попробуем чатик я оставлю на экране нарочно вдруг кто-то тоже будет комментировать дым очки так что вот в общем то давайте смотреть темки с этого повту сниму а то жарко чуть жарко с музычкой с чатиком начали посмотрим как youtube чанам зайдет если не зайдет обзоров по-прежнему не будет если зайдет может быть когда-нибудь меня забайтят сделать обзор на стриме снова и мы это сделаем в общем-то карта beatrix grass rl варкап 300 91 между прочим между прочим у нас первое место в кутре очень любопытная давайте посмотрим карту а я запись не начал а мне и не надо запись а подожди а мне же не надо запись зачем я за блять я же со стрима это вырезается чем не запись в общем то давайте посмотрим дают нам сколько 8 ракет сразу у нас две стены по бокам 1 сзади можно делать все что угодно хоть такой гб хоть секой гб какой угодно батя сразу клипы триггеры включим чтобы все видеть это у нас в панк липы здесь волноваться нечем можно стрелять говорить всем привет на стриме на каждой нового человека пока не буду буду игнорировать чатик твича по возможности а интересный дизайн клип не дотянут наверное это означает то что мы можем его мы не можем тут skybox тут уже skybox мы ничего не можем срезать ничего нельзя все запатчено так сказать прикольные светильнички везде прикольные хорошие светильнички осталось у нас три ракеты но это на в принципе не помешает пройти карту потому что арта достаточно прямолинейно тут вот единственная ракета которая обязательно для руки джампа который сделал и всю остальную карту можно просто пропрыгать я такие карты в целом люблю где дают ограниченное количество ракет потому что ну и тем более дают типа там не 3 которые очевидно просто где-нибудь на старте выкидываешь и как бы все нам дают восемь ракет и мы эти восемь ракет можем использовать как хотим здесь на этом парочка на старте 1 для руки джампа здесь честно говоря но я поиграл немножко по карту я пока роут особо прям сильно не вижу но я думаю если полчасика поиграть то вот можно найти а вот эти досочки это конечно от это от это здравствуйте прямо на финише то есть я пока думаю что нужно вот так две ракеты делать здесь мы просто поворачиваем возможно здесь пораньше делаем руки джамп как-нибудь там поворачиваем поворачиваем и таким вот образом мы финишируем и я занял 18 4 я занял ёпта я занял 26 место 25 ничего себе ну да видимо тут очень жестко на самом деле очень жесткая конкуренция карта должна быть интересная демки должны быть тоже классная карту слишком сильно смотреть не будем потому что в принципе не знаю чего не сказать я думаю мы так как демок цпм много мы все равно все увидим я пошел арка п п п ну и своку 3 по классике начинаем рэйван 33 4 в гутрии тоже должно быть достаточно интересно потому что вы кутри но хотя вы кутри наверно даже поскушнее эти ракеты распределять потому что вы кутри в целом как бы ну плюс-минус на каждый поворот раке ракету кидаешь и вот у тебя получается просто стрейф с ракетами по большому счету надеюсь youtube там качество не сильно сожрет в итоге неплохо неп неплохое прохождение достаточно чистенько так здесь сразу видно человек пожестче человек пожестче как сли по слишком широким траекториям в кутрии тоже наверное идти не стоит хотя это конечно зависит от скорости которую ты можешь там сохранить но в большинстве случаев я думаю все таки стоит особенно на старте пока скорости не так много придерживаться более узких траекторий пусть и неплохо ну вот осталась даже одна ракета получает даже две ракеты осталось а вот подсказывает джокер что дают 15 ракета на самом деле в гутрии до 15 ракет и это очень хорошо это очень мудрый так сказать мув от биатрикса так по хулиган хулиган между прочим то есть наша задача не только распределить ракеты до финиша у нас еще задача стоит эти ракеты потратить все до финиша чем раньше ты их потратишь тему по идее лучше как бы особенно в гутрии получается потому что в цпм ты их равномерно распределяешь чтобы плюс-минус чтобы набрать например скорость и везде ее поддерживать как city rocket строится вокруг скорости на старте так и тут либо увеличивать да потихоньку в цпм а в кутрии главное их очень типа главное их не жалеть то есть где надо там использовать а если ты видишь что где-то она тебе нужно больше чем вот кстати сокращение траектории у нас 2x даже стеночку очень приятно я забыл что я хотел сказать ну да ладно и отгаю надо игнорировать чат игнорировать чат вот неплохие до хорошие ракеты принципе тут как раз 15 хватает но и я не знаю пока что вы кутри выглядит так ради около 20 минут пока что вы кутри выглядит так как будто 15 это вот прям то столько сколько тебе нужно это тоже не совсем правильно на мой взгляд можно дать чуть чуть меньше чтобы как бы какая-то мозговая активность все-таки происходило пока ты ищешь раут хорошие ракеты чистенько исполнение правду предпоследний руки джамп получился в минус но это бывает это бывает ничего страшного так антон антон петрович 25 не сокращает здесь траекторию просто на скорости вот например он пытается поддерживать скорость да тут ракет получается в кутри почти впритык и это нехорошо потому что как бы ты просто в кутри получается у тебя rocket run там что 200 тебе ракет дадут как бы что 15 получается пример примерно одно и то же ну ничего страшного то получилось то получилось правильно ребят ой потерял на рампе может быть специально конечно но это же маска линтон скорее всего специально потерял скорость от себяшка не самое хорошее но прохождение хорошее 24 9 между прочим четвертое место так один один третье место поздравляем и дима с третьим местом 24 9 на самом деле вот в эту стену в которую ты на 1000 уцов прыгаешь можно кинуть какой-нибудь 2x но это все надо тестить все надо тестить вот скорости побольше возможно он не специально потерял возможно вам просто не нажал вовремя прыжок что тоже бывает ничего страшного хорошие дамочки хорошие 24 9 было 28 стала целая секунда то есть вот сюда 2x и сразу например вычитаем одну ракету лишнюю от стены очень четко пока идет он 1600 и ракеты осталось ой там конечно ой как но тоненько вообще на тоненького финишировал господи так и beatrix первое место 236 уже 2x не делает неплохие ракеты между прочим очень даже качественно всякие гбш очки от стен присутствует очень приятно неплохо неплохо очень даже неплохо давно beatrix в кутри так играет вообще не в курсе не знаю я я не слежу так ну вы кутри очень достойно переходим к цп спайдер 35 это у нас звездочет по моему ну в цпм здесь относительно проще потому что есть air-контроль можно поворачивать можно сохранять больше скорости поворачивать показала человек у нас буквами а д не может но со временем все со временем все ракеты потратил и это по идее самое главное потому что некоторые как мы знаем просто там оставляют одну-две ракеты и это очевидно говорит о том что нужно лучше нужно где-то вот их еще использовать чтобы улучшить тайм а кузлях ты 21 9 спасибо кузляху за поддержку большое сразу константину владимировичу тоже не о кузлях нормально работа вместо пола я бы рекомендовал все-таки использовать стены потому что пол тебе даст ну ну три сотни максимум а вот стена тебе даст 500 а плюс возможность для густа дальнейшего так что подумай кузлях подумай если карта нравится поиграя ее и пробуй больше использовать стены а крэйвен 20 недель как у него логучая демка да будто бы вот видишь кузлях рэйвен стен больше использует по скорости больше не совсем оптимально у него ракет осталось типа 2 на самом финише я думаю что там одна для гб нужно и все ну посмотрим посмотрим пока что вырисовывается такой роут так азн 20 0 из поляндии поворачивают в основном кнопкой вперед очень интересно повернул я честно говоря не понял как он повернул здесь прыжок это не так важно в целом деку 18 6 вот еще наверное много завязан на сбросах скорости потому что есть резкие повороты типа вот как на финише и там на старте а и одна ракета прямо на финише осталось это конечно не очень оптимально но ракеты хорошие ракеты хорошие если я вдруг увижу что-то экстраординарное наверное скажу хорошая подсебяшка ну вот эту ракету можно было бы наверное использовать там стену на этом финальном повороте тогда возможно получилось бы получше но в целом целом тоже неплохо есть пара лишних ракет которые дали там типа около 100 псов их нужно либо стрелять в другое время либо стрелять там же но лучше как бы с лучшим углом так отпада или от рада не знаю хорошая подсебяшка очень много скорости здесь мы безусловно все теряем вот например та же самая ракета как у g h high но в другую стену и последняя ракета опять же на самом-самом финише кто это был сам-самом финише это не очень оптимально 17 4 ганджа по и без гб гб пока много человек делать не умеет поэтому это нормально хорошие ракетами вот вот эта ракета последняя от стены про которой я говорил и очень даже ничего вот пожалуйста так синтакс 18 4 твой турки твой две ракеты последний зафа копил до 2 последние ракеты конечно не очень но в целом начало очень чистое такое прям по кобра очень тоже чистое начало и ракеты остается одна и а и дабл джамп как раз напрашивается 17 9 очень хорошо очень хорошо вайлендс 17 8 хорошая подсебяшка с этим место она мне как-то вот не нравится там вот эти повороты без ракет там кому-то можно что-то придумать очень хорошая подсебяшка в конце очень много дала провал что провал стрим не работает или что у меня не смущайте тут я тут на стриме обзор записываю норм ой зачем я до фракции как так далее смотрим а кипиш вот наконец-то кипиш поставил динозавра хорошие повороты вот эта ракета мне кажется она лишняя немножко мы две ракеты в конце остается не очень оптимально не очень оптимально давайте для тех кто не факт оксай кто не афит давайте мы посмотрим дымку еще раз с видом от третьего лица вы все знали что вот это кипиш вот этот динозавр про которого мы говорим которую которого мы его умоляли сменить он его сменил а потом мы говорили что поставь обратно кипиш верни дракона верни динозавра где твой динозавр молодец кипиш хорошая дымка так павел павел 17 7 смотрим очень плотный старт очень много скорости под себя шка на минус в принципе даже сыграла в плюс потому что ты как раз и получил столько скорости сколько тебе нужно для хорошего поворота и то очень очень чистенько прямо вообще базару нет очень хорошо так космонавт с мкс у нас лёд семнадцать шесть хороший г.б.н. и четыреста двойна тысяч триста тысяча тридцать 1500 выглядит как будто здесь оптимально 1500 но мне кажется там есть свои приколы две ракеты остается и как бы одну из них совсем не попал по каждой дипе уа и 17 6 очень интересно х 1 ракета очень хорошая такая чистенькая вот мне кажется там надо делать г.б. и продолжать по левой стенке сейчас я на следующей дымке пока да очень очень даже неплохо единственное странно что кто-то пытается кто-то то есть боится с финиша получается делать руки джам просто чтобы сразу на финиш пролететь ок пол 1700 неплохая под себя шка и вот мне кажется тут вот тут вот можно переземлиться можно приземлиться типа вот сюда и отсюда сделать г.б. и у тебя тогда ракеты смещаются типа ты ракету раньше стреляешь у тебя получается следующая ракета раньше по идее это дало должно дать бонус потому что если мы просто поворачиваем и допустим мы сохраняем скорость больше обычного да то у нас следующая ракета она видите она прямо впритык уже к концу стены а если мы этот куда он смещаем назад то получается что мы здесь в любом случае успеваем выстрелить ракету и не важно сколько скорости плюс мы эту скорость получаем раньше поэтому я думаю что там надо делать г.б. и вот тут г.б. естественно на финише но тут можно очень много 2x всяких накидать на сами так за фреймил мне корпуса и между прочим за фреймил у нас ой зондер вот 1600 было и по моему в самый край общей стены там выстрелил и ракеты на финише остается одна вообще ничего ему не дала но бывает так сказать бывает нужно на таких картах нужно следить чтобы ракет у вас не оставалось так механик не самая оптимальная ракета была после поворота должен выпаде 1600 получить сделал г.б. зато на финише и очень даже чистенько финишировал очень хорошо так зил зил нифигасе зил 68 но и руки джам но этот руки джам типа у многих получается как руки джам обычный просто высоту в скорости нисколько не дает а если по на хотя бы скорости давал тогда хорошо еще но подсебяшка там наверное вообще на таких скоростях подсебяшка это наверно самый оптимальный вариант таких местах так хэндри альмера сенс высокий и вец калин скажи привет ютуб чанам пишем для них обзор скалин привет акухала 16 6 а если вдруг кто-то смотрит обзор полностью если картинка совсем паршивая напишите пожалуйста в комментариях очень хорошо очень хорошее прохождение очень быстро если если картинка совсем плохая пишите комментарии об этом я буду может быть все еще писать на стриме с чатиком но делать отдельно для этого запись имейте ввиду что есть варианты но если кому-то совсем не понравится пишите тоже комментарии то не будет обзоров больше никогда так ладно 64 крызял из скотландии надо был джампах то все прям проскочил очень хороший поворот но можно получше конечно сойдет поворот хороший 16 4 до очень даже так ничего выглядит очень хорошо так 16 3 лунтик ну неплохие ракеты boost и под себяшка 2 400 великолепно просто потрясающе хорошая демка хорошая immortal 16 3 прямо ну попробуем так пусть и пусть будет плохого качества обзор как в 90 хорошие ракеты 2 300 2 300 но пришлось потерять из-за того что гб слишком широко сделал ну-ка браке угол ракеты для гб был слишком прямой поэтому не смог завернуть пришлось потерять скорости но я сейчас без записи я уж переписывать не буду все мы конечно вот это зальем яб сам чекнул конечно качество если совсем плохо буду запись отдельно делать но если надо спрашивать youtube чик если муха прикольно с чатиком сидеть и со всеми общаться смотреть написать 240 и по почте на дисках за это да окшите обзоры с 90 до так 16 2 антон но я постараюсь не отвлекаться конечно твич скорее так чтобы ты и твич в прямом эфире пострел и потом в записи когда без премьеры буду делать просто выкидывать ролик и все раз мы на стриме уже премьеру делаем то антон петрович неплохо неплохо скорости гораздо меньше чем у предыдущих оппонентов но все еще быстрее потому что на опыте чисто на опыте я знаю никита я знаю стримлю 10 тысяч лет никита я знаю так ладно просто х 15 9 между прочим я сейчас запись не сделаю понимаешь я про это говорю следующий раз если он будет обязательно сделаем стрим записью обзора тоже скорости не очень много на финише но в целом пройдено как бы средняя скорость она выше чем у остальных поэтому и тайм очень хороший средняя скорость на протяжении карты здесь очень влияет так торнер 2000 без г.б. а точнее ну у пони из г.б. и на ракета стоит г.б. правда ничего не дал чисто для поворота но нормально и так сойдет так пятое место между прочим уже кошаков пятое место кошаков 15 7 ничего себе хорошие ракеты хорошая подсебяшечка была очень пока все чистенько конечно кеметрия не самое приятное ну г.б. неплохой чисто для поворота да очень даже очень даже ничего и так пятнадцати секундные дымки да у нас уже не было ничего не было ничего не дала кроме поворота но потом следующая подсебяшка очень даже ничего и так пятнадцати секундные дымки да у нас уже не идут так то 15 5 третье место fps the queen поздравляем за квена лайкова хороший г.б. и ракет не осталось но это это нормально хороший г.б. 15 себя очень качественно очень хорошо второе место хаис поздравляем хайза 15 2 1800 1600 поворот не самый оптимальный но и так сойдет и 300 и дну и без ракета это нормально 15 2 да да очень даже ничего ну и москаль 14 9 на 300 так сказать на 300 фрейд с подсебяшечкой с подсебяшечкой 1700 г.б. здесь да да вот он вот вот жена ракета не очень было скорость на финише слабая все финиш очень слабый вот прям слабый москаль старайся лучше давайте еще раз посмотрим первые места а потом на стриме сами и поиграем в обе физики всех перебьем да ребят всех перебьем ну на самом деле здесь цпм получается топовый роут он как бы такой же как и в q3 по факту результате непонятно банить москаля за такую дэвку или нет я думаю что москаля в любом случае банить для профилактики даже если не за эту дэвку до начала очень качественная тут как раз сохраняется 1700 чтобы сделать типа минус джан условный ну и финиш слабенький конечно да да ну и давайте по классике сейчас я забыл это сделать по классике смотрим таблицу смотрим таблицу значит и сто девяносто первый вар куб speedhack на петлик сграсс р.л. 10 демок в кутре 32 демки цпм неплохо что у нас пишут комментариях боги дефрагера дефрага меня не услышали комп лонус то такое да карта солидная поворот в конце конченый соглашусь но он не конченый для тех кто делает и башки я думаю если космонавт будет делать гэбэш очки то все будет хорошо лунтик подстрел и лунтик чё 10 топ-10 это вполне себе адекватно я бы сказал об 10 в общем-то битрикс молодец москаль молодец зондер хейз айдем женечек он же за queen тоже молодцы космонавту стараться чуть-чуть лучше звездочету просто стараться и все получится все ютубу всего доброго а мы будем дальше развлекаться на стриме из youtube чик